Это Статус, в эфире Финам.фм, меня зовут Михаил Гуревич, и мы начинаем очередной выпуск. Телефоны в студии за отчетный период не изменились. 6510-99,6, код города 495. Звоните или заходите на финам.фм и оставляйте свои вопросы и комментарии. Звонить, кстати, думаю, лучше вот в первые две части нашей программы, потому как по финалу, финальный, мы будем говорить об очень интересной теме, о стартапах. Самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Константин Синюшин, генеральный директор компании Untitled. Правильно, Константин? The Untitled. The Untitled. Venture Capital The Untitled. Все про инвестиции, но одновременно с этим Константин очень активно пишет в Фейсбуке и про политику, и про экономику, и даже про историю. Поэтому тем много, и специалисты, эксперты буквально во всем. Так что давайте сначала я обновлю статус, традиционно уже, а потом мы начнем говорить. А правда такая неделя выдалась очень пестрой такой, пестрой и мелкой. Как-то не было чего-то одного глобального, что можно было бы назвать главной темой недели. Зато на фоне массы мелких новостей куда проще иногда заметить более глобальные тенденции. Как говорится, дьявол в деталях, знаете ли. Ну, например, давайте поговорим про поиск национальной идеи. Мы его довольно давно уже ищем. Иногда активнее, иногда не ищем совсем. Но чаще все-таки ищем, ведь ее действительно нет, и это дает какое-то ощущение такого одиночества и бессмысленности происходящего. Раньше вот коммунизм строили, там, через 20 лет, например. К финалу строительства никто особо не верил, конечно, но идея-то была. А вот на прошлой неделе мы искали национальную идею и очень активно. Думаю, тут Олимпиада поспособствовала. Домашние игры — это действительно такой сильный национальный порыв. Ну, или в нашем случае общенациональный. Я уже не знаю, как правильно тут сказать. Каждый вечер слышишь или скандируешь «Осей вперед» или что-то в этом духе. И вот мысль, а куда это вперед, она приходит сама собой. Ну, не в фигурном же катании нашей идеи, и даже не в хоккее. А как в любом обществе вообще ищется идея? Только путем массового тендера, такого общенационального. Разные группы общества, обычно партии, предлагают какую-нибудь тему. Ну, и народ поддерживает ее или голосует против, там, на выборах или в рамках всяких референдумов. У нас в этом плане есть, конечно, несколько известных вводных данных в этом ТЗ, да, техническом задании тендера. Но мы же все прекрасно понимаем. И поэтому предлагаем в рамках условий, что кому взбредет. В общем-то, все правильно взбредающее можно поделить на три части. Например, пересмотреть что-то в прошлом. Или обозвать кого-то в настоящем. Ну, или, наконец, утвердиться в чем-то особенном. Мысли о том, куда дойти, пока вот я не слышал. Хотя мне кажется, что именно в этом суть. Но не беда, тендер продолжается, пока что-нибудь мы не найдем. Вот датские жирафы, например. Вроде бы глупость и глупость. Но жирафы плюс фантастические рассказы о том, как норвежцы занимаются педофилией с детьми, уже логическая цепочка. И то, что про жирафов правда, а про педофилов нет, ну, это даже, в общем-то, Дмитрия Киселева не интересует. О жирафах и Киселевой мы еще поговорим. А также коснемся темы ассоциативного ряда Виктора Шендеровича. И предложение воинов-афганцев пересмотреть итоги или причины афганской войны. Я, кстати, очень ждал в преддверии этой важной даты, что кто-нибудь попробует пересмотреть отношения к самим воинам-афганцам. Ну, например, предложат их включить в качестве героев в День Победы, например. Ну, как ветеранов, которые воевали или погибали по приказу страны и во славу ее. Но предложили пересмотреть причины войны, к сожалению. Активное участие в национально-идейном строительстве принимает ЛДПР. А не больше по второму пункту обозвать кого-то в настоящем. На прошлой неделе я два раза слышал про ЛДПР. Сначала какой-то депутат предложил запретить Санта-Клауса и тем самым очистить Деда Мороза от всяких грязных ассоциаций. А потом Жириновский заявил, что Плющенко враг народа. Кажется, это была не законодательная инициатива, но потом они предложили ограничить присутствие спортсменов на двух олимпиадах не более. А, кстати, надо было это, в общем-то, и Плющенко, то, что враг народа оформить как-нибудь законодательно. Мне в этом отношении все больше и больше нравится название партии «Либерал-демократы», настоящий российский либерал-демократы. И американского рефери, кстати, который судил игру Россия-США, тоже можно было бы объявить персоной нон-грата. Но не объявили, а зря. Так что по поводу Плющенко мы еще поговорим, как и про Россию с Америкой. А еще поговорим о стартапах, как я уже сказал, сегодняшний гость в них активно инвестирует и всячески ими занимается. В этом отношении мы вне эфира, а вполне себе коллеги-конкуренты. Так что, думаю, нам будет что сегодня обсудить, но в последнюю десятиминутку. Однако начнем мы с такой breaking news, то, что называется. Сегодня утром мне пришла новость о том, что нашего общего с Константином Френда, то есть такого друга в Фейсбуке, оказывается, в минувшую пятницу арестовали. В минувшую пятницу суд Ленинского района Воронежа заключил известного общественника Романа Хабарова. Под стражу отставной майор МВД подозревается в участии в игорном бизнесе. По мнению адвоката Ольги Гнездиловой, арест Хабарова вместе со стороны бывших коллег из правоохранительных органов. Вот такая вот новость. Константин, как-нибудь сможешь прокомментировать ее? Да, добрый вечер. Ну, сначала несколько слов вообще о новостном ряде недели. Мне кажется, что как раз именно эта неделя хорошо продемонстрировала то, что я люблю называть в Фейсбуке постсоветским постмодернизмом. Значит, это такой набор мозаичного абсурда, слабо, так сказать, связанный друг с другом, какой-то иной логикой, кроме заранее известной телеведущим воскресного выпуска федеральных телеканалов. Они знали все, что произойдет. Они знали. Ну, правильно, обычно в записи все дается. Да. Значит, что касается романа, ну, здесь ситуация, в общем, достаточно понятная. Наконец, так сказать, ценой героических усилий правоохранительных органов, мы нашли, разоблачили того, кто является истинным организатором, так сказать, игорного бизнеса в нашей стране. Я вот просто как москвич могу сказать, я хожу вот, когда захожу в какой-нибудь гипермаркет, супермаркет, там стоят вот эти киви-подобные. Не хочу обижать компанию, не знаю, чьи эти аппараты там стоят, но люди активно играют. Вот. И вроде бы это даже снимается на камеры безопасности, ну, потому что кто-то, чтобы не взломал эти аппараты. Но, видимо, это никоим образом не напоминает игорный бизнес. А в данном случае Роман, он был юристом по сопровождению компании, которая занималась компьютерными клубами. И только его, кстати, и финансовый директор арестовали. Вот что очень важно. Ну, это все правильно, так сказать. В общем, новость, конечно, печальная, но ничего нового мы, к сожалению, из нее не узнали. Остается только, так сказать, посочувствовать Роману и выразить уверенность, что все-таки как-то общественность к этому инциденту будет более внимательна. Вообще, вот что касается общественности и Фейсбука, я вот заметил одну очень интересную вещь. Значит, моя френд-лента, которая просто целую неделю насиловала мой мозг ужасами расчлененных жирафов, совершенно, так сказать, не нашла, например, никаких слов. Вот это не надо забегать вперед, потому что по этому поводу у вас был прекрасный, Костя, у тебя был прекрасный, на самом деле, пост. Мы его даже записали, так что мы его еще послушаем. Это правда, так что не будем забегать вперед. Я хотел еще один маленький момент, как раз к вопросу о том, что может сделать общественность. Роман Хабаров — это майор МВД, бывший, в отставке. Отправили его в СИЗО номер один, где содержатся рецидивисты, в то время как бывшие сотрудники полиции и впервые привлекаемые к ответственности должны содержаться в СИЗО номер три. Очень надеюсь, что эта информация до кого-то дойдет, и в данном случае мы тоже выполняем роль такой общественности. Что ж, переходим к более веселым новостям. Потом, наверное, с Олимпиады начнем, да? Да, конечно. Я просто заметил, что, Костя, ты очень внимательно следил за хоккеем. Вообще по жизни или только на Олимпиаде, чтобы сразу все точки над иметь? Нет, на самом деле я не отношусь к каким-то заядлым болельщикам. Я смотрю, может быть, одну десятую матчей, которые вообще, так сказать, бывают. Но, конечно, этот я не мог пропустить, поэтому, несомненно, я его посмотрел от корки до корки. Если можно так, так сказать, выразиться книжным языком. Меня, конечно, удивил немножко, в принципе, не хоккейный счет. Что-то в мировом хоккее, в принципе, происходит непонятное. Просто наши футболисты заразили наших хоккеистов реализацией моментов. По всей видимости, да. Я больше в футболе все же понимаю, поэтому чувствую влияние. Да, нет. Значит, тем не менее, если, так сказать, некоторый такой малодинамичный темп игры оставить за скобками, сама по себе игра, несомненно, была очень красивая. В ней была интрига, которая сохранялась до последнего момента. А не ради ли, собственно говоря, интриги люди смотрят состязания, потому что счет можно узнать из выпуска новостей. Ну, вот интригу разные зрители по-разному видят. Например, один из главных героев прошлой недели, про которую нам тоже придется сегодня говорить многократно буквально, Дмитрий Киселев, сообщил в своем субботнем выпуске буквально следующее. Американская телекомпания NBC заплатила за право трансляции Олимпиады в Сочи порядка двух миллиардов долларов. Это примерно столько же, сколько в сумме все остальные телекомпании мира. Они что, заплатили два миллиарда, чтобы свои поражения показывать? Нет. То есть мы имеем дело с ситуацией, которую по-английски называют двумя словами. Money talks. То есть деньги говорят. Прежде чем мы продолжим, как раз у Константина был прекрасный пост по этому поводу. Номер два у нас в записи про Киселева. И как раз продолжим. Потрясающий феномен телеведущих Киселевых. Примерно лет десять назад я полностью прекратил смотреть новости на федеральных телеканалах. Прежде всего, благодаря первому Киселеву. А примерно десять дней назад я начал смотреть их снова благодаря второму Киселеву. Мне было реально интересно посмотреть в оригинале его сладостранно уничижительные филиппики против очень глубокого, порядочного человека, бывшего пермского губернатора и создателя успешного бизнеса Олега Черкунова. Сегодня товарищ Киселев поразил меня в самое сердце новой темой столь же сладострасным походом против предателей и пятой колонны, в которой очень ловко были переброшены идеологические мостики от генерала Власова к блогеру Просвернину. По скриптуму. Жги, Киселев, жги. Я твой зритель. Вот так вот. Киселев жег по полной программе. Я тоже специально, кстати, после этого поста, если честно, посмотрел программу. Она действительно, наверное, во многом уникальная. И мы ее должны затронуть прямо с нескольких ракурсов. Абсолютно. Но вот по поводу хоккея, я уже сказал, вот анонс, что он там заявил, точнее, прямая речь такая. Это какая-то такая теория, это просто теория заговора. То есть мы все верим, что даже хоккей происходит, даже на домашней Олимпиаде хоккей происходит не просто так? Ну, несомненно, не просто так. Просто так вообще в жизни ничего не происходит. Если кто-то заплатил 2 миллиарда долларов, то должен же быть какой-то возврат на инвестиции. Я считаю, что это, так сказать, очень хороший проект. Единственное, явно переоцененный. Я бы в такое и не стал инвестировать. Если в каждую хоккейную игру вкладывать 2 миллиарда долларов, в принципе, мы по финалу получим как раз те самые искомые 50 миллиардов. Нет, но теперь зато понятно, почему разоряются Морганы, Стэнли и прочие, так сказать, выдающиеся банки. Они не так считают. Они не так считают, они не умеют, так сказать, они не знакомы с простейшим роек калькулятором. Зато считают всякого рода наши, если не ошибаюсь, сегодня у посольства США произошел какой-то пикет, где протестовали как раз судью на мыло и так далее. То есть у посольства США протестовали против результатов хоккейной игры. Я считаю, что даже 2 миллиардов на это не жалко. Кстати, надо... Вот я как раз у Антона... Нет, нет, извиняюсь, что я перебиваю. Да, нет, по-моему, это как раз очень логично. То есть, соответственно, по результатам доклада посла Обама должен позвонить уже, так сказать, куда нужно. Да, и как бы решить этот вопрос, чтобы во второй игре... Да, да, да. Все было наоборот. Все только начинается. Еще один момент, который Дмитрий Киселев затронул в своем эфире, который был в эти минувшие выходные. Рассказывая про Шендеровича, он затронул пост как у его друга, соответственно, Игоря Иртенева, тоже известного поэта и сатирика. И было сказано буквально следующее. А Игорь Иртенев на самом деле Игорь Моисеевич Рабинович. Это многое объясняет. Вообще, один наш другой, наверное, общий френд Олег Ульянский написал у себя, опять же, в Фейсбуке. Мы сегодня прям такой у нас обзор Фейсбука. Он написал, что это, наверное, главная фраза минувшего десятилетия. Потому что вдруг мы снова возвращаемся к чему-то очень непонятному и, казалось бы, невозможному. Потому как можно считать руководство страны, не знаю, виновным во всем на свете. Но вот антисемитами, ну честно, я не то что Путина, а в принципе не политбюро, как это все правительство никогда не могу назвать. Потому что вполне абсолютно адекватные в этом отношении люди. Что это такое было? На этот счет мне сложно сказать относительно десятилетия. Потому что это как раз то десятилетие, когда я не смотрел федеральные телеканалы вообще. Но в целом, конечно, фраза стоит дорогого, но рассматривать ее нужно, опять-таки, не отдельно, а в рамках вот этой постмодернистской и пропагандистской мозаики. Из которой совершенно понятно, что если человек, так сказать, еврей, то он либерал, а если он либерал, то он еврей. Значит, так сказать, но самое главное не это. Самое главное, что оказывается, они все были вдохновлены генералом Власовым и генералом Красновым. А вот это, так сказать, по-настоящему мировоззренческое открытие. Такая логическая шизофрения. Мы подробно еще обсудим эту шизофрению сразу после выпуска рекламы. Это программа «Статус». Меня зовут Михаил Гуревич. В гостях у меня Константин Синюшин, генеральный директор компании «The Untitled». В этот раз я правильно произнес? Абсолютно. И телефон в студии, опять же, не изменился. 651099,6. Код города 495. Продолжаем обсуждать такой... Я это назвал информационный бедлам. Да, это очень точно. Такой вот информационный бедлам прошлой недели. Жираф стал одним из главных героев. Напомню, что в зоопарке Копенгагена... Ну, я не знаю, кому надо напоминать. Мне кажется, об этом знают все. В любом случае. Был жираф Мариус, который был убит на глазах посетителей, в первую очередь детей. Жираф не был усыплен. Его убили из специального пневматического пистолета. По словам руководителей зоопарка, это был наиболее гуманный способ убийства Мариуса. Усыпление испортило бы 200 килограмм отличного мяса, которое уже пошло на корм львам и хищникам. И другим хищникам. Мариусу было около двух лет, что для жирафов является небольшим возрастом. Зоопарк убил животное, несмотря на целую кампанию в защиту Мариуса. Пользователи Фейсбука настаивали на спасение жирафа на странице SaveMarius. Кроме того, в его защиту подписались более 27 тысяч человек на сайте петиции. Еще 10 тысяч на другом сайте петиции. У нас Рамзан Кадыров предлагал забрать Мариуса к себе домой. Не знаю, что там с ним он хотел делать. И братья Запашные, если не ошибаюсь, также призывали... А нет, не Мариуса, там еще второй... Это был второй жираф. Там есть еще второй жираф, который тоже генно-неправильный какой-то. И такая борьба началась, опять же, с обвинениями одной стороны, что вы за разделку жирафов, а мы против. Что это такое? Нет, Миш, вот скажи, вот ты, может быть, внимательнее, чем я следил за вот этим происшествием. Вот на самом деле, я так до конца и не понял вот этого фрагмента, где, собственно, жирафа убивали из строительного пистолета, а потом расчленяли. Не был ли он случайно перед этим одет в костюм Путина? В принципе, было бы логично. Но если бы это происходило в Норвегии, то ровно так это и было. Кроме того, мы еще пока не слышали мнения госпожи Бергсет. Абсолютно. Норвегия, кроме того, я сегодня посмотрел текущие данные по статистике. Я так понимаю, что Норвегия серьезный наш конкурент, так сказать. По олимпийскому зачету? По олимпийскому зачету. Я-то уже предлагал всем норвежцам, которые въезжают во время Олимпиады на территорию России, просто ломать ноги. Ну, то есть или лыжи, или ноги. Тут одно из двух. А канадцам ломать клюшки. Но вместо этого Государственная Дума принимает какие-то совсем другие законы неправильные. Вот они Санта-Клауса нам запрещают. Вернемся к жирафу. Нет, у меня тоже, безусловно, ну такой внутренний протест это вызвало. Ну, то есть как-то для моей, видимо, культуры и внутреннего понимания, ну как-то убивать жирафа на глазах детей. Ну, я согласен. Я бы сам, наверное, тоже не пошел на это смотреть. И ребенка на это будет. Хотя, например, вот когда я учился в советской школе, мы ходили в порядке, так сказать, выполнения программы по биологии, мы ходили в совершенно замечательный музей, который есть в Москве. Я не помню, вот как он называется точно, но совершенно точно помню, что он именит товарища Тимирязева. И в этом музее, как бы в рамках такого, так сказать, стандартной школьной экскурсии перед нами расчленяли совершенно невинно убиенную мышку. Но мышка, она маленькая. Мышка, она, во-первых, маленькая, во-вторых, мерзкая. Но это понятно, это, конечно, не жираф. Но, с другой стороны, вот я каждый раз спрашиваю тургеневских девушек, которые говорят, что они очень любят животных. А вот говорю, ну почему вы дифференцируете как-то животных? Вот вы, например, жирафов любите, а львов нет. По-моему, это нелогично. А вообще, расчленку чего правильно детям смотреть, а чего неправильно? А чего неправильно, да. При этом, при всем, как бы, у меня очень странно. Когда я вот эту всю историю услышал, и как-то, я невнимательно прочел, я не смог смотреть видео. Потому что в интернете распространялся видео как-то. Я не стал смотреть видео. Ну да, не стал, не смог, неважно. Мне вот той мышки мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Я понял сразу, что я не буду никогда хирургом. Эта тема для меня была закрыта. Так вот в этом отношении, как бы, я, мне кажется, можно представить, как к многим нашим реалиям относятся на Западе. Вот ровно так же, как мы относимся к расчленению жирафа. И, может быть, мы, правда, найдем когда-нибудь компромисс. Например, они не будут расчленять жирафов, а мы не будем что-нибудь другое делать, что выглядит не менее как-то странно и спорно. Страшно даже сказать, на что ты намекаешь, и нет ли здесь какой-нибудь пропаганды. Крамолы, конечно, есть. Но вот что-нибудь не будем. Например, не знаю, ну, трусы, например, не будем защищать. Еще одна новость просто такая в этом информационном каком-то шизофрении прошлой недели. Опять же, кто не знает, у нас в связи с законодательными какими-то нюансами таможенного союза запретили ввоз кружевных трусов из синтетики. Сегодня в Фейсбуке уже появились многочисленные фотографии оренбургских кружевных трусов. Да, да, я видел, видел. То есть они, я так понимаю, правильные, потому что они из шерсти, они не из неправильной химической формулы. Их можно ввозить, их можно производить. Женщины все выходные просто писали в Фейсбуке. Какой ужас, что же я буду надевать? Одевать, что же я буду одевать? Вот, наверное, как бы... Вот я не понимаю, зачем такие новости появляются. Ну, я на самом деле как раз, так сказать, очень хорошо понимаю вот логику именно этого новостного сюжета, потому что, во-первых, запретили только женские трусы, кружевные, мужские. Кружевные не запретили. Не запретили. Во-первых, так сказать, уже можно выдохнуть наполовину. Во-вторых, на самом деле, каждому нормальному мужчине, в общем, женщина должна нравиться без трусов. А если мужчине нравится женщина в трусах, да еще и в кружевных, так он просто фетишист. А пропаганда фетишизма, конечно, это совсем не то, что... Особенно среди несовершеннолетних. Несовершеннолетних. Это совсем не то, что способствует духовным скрепам. Поэтому, так сказать, я однозначно, как, ну, законопослушный гражданин, как бы, я считаю, что это правильное решение. Вот. Я хотел сказать, вот, может быть, другой небольшой вывод из этой истории сделать. Я хотел сказать, что всем, уважаемый, так сказать, обожаемый всем фейсбуком товарища Онищенко, так сказать, вот такой, как бы, ментальный товарищ Онищенко, коллективный Онищенко, вышедший, так сказать, на наднациональный уровень таможенного союза, значит, это тренд, который, конечно, задаст новостной ряд на несколько лет вперед. И трусы, это будет, так сказать, только начало. Такое начало, и потом будет такое ностальгическое, сентиментальное воспоминание. Вот когда-то трусы запрещали, а теперь... Нет, еще же хотят запретить. Хотят не запретить, правда, а ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза. То есть запретить Санта-Клауса. Это депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который, кстати, баллотировался на пост мэра Москвы. Он перед Новым годом увидел, что в здании Государственной Думы стоит Санта-Клаус. Не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Расстроился, оскорбился в лучших чувствах, как это принято теперь. И запросил всякого рода какие-то инструкции, сделал свои запросы. И вот только в середине февраля ответы были получены. И он вышел с новой законодательной инициативой вести ГОСТ на изображение Деда Мороза. Потому что Дед Мороз, например, он не должен быть в очках. Вот. Он должен быть с красным носом. Он не может быть в этой синей униформе. А Снегурочка должна быть тоже соответствующей. А не как там у них доски. Как он заявил, Санта-Клаус подрывает культурный суверенитет и суверенитет духа. Вот. О, суверенитет духа, это я считаю, что... Вообще, на самом деле, конечно, ЛДПР с трудом можно назвать оппозиционной партией. Но, тем не менее, конечно, креатив ее гораздо сильнее, чем у партии правящей. Да, как бы, конечно же, суверенитет духа, это что-то вообще уже, так сказать, такое... Что-то более метафизическое, чем духовные скрепы. Конечно, наши, так сказать, правящие товарищи, они мыслят очень утилитарными категориями. И, может быть, поэтому они не могут найти никак национальную идею. А что до Санта-Клауса, я думаю, что, так сказать, примерно представляя, так сказать, спектр бизнес... Возможных бизнес-интересов товарища Дегтярева... Неужели у него фабрика по производству Деда Мороза? Нет, я думаю, он производит... Как вот это называется, девушки нам должны подсказать, может быть, кто-то позвонит в эфир. Вот чем же отличается, на самом деле, визуально Дед Мороз от Санта-Клауса? У него такой расшитый костюм. У Санта-Клауса или у Деда Мороза? Он красный. Я узнаю, красная сила. Красный, и такой он расшитый такими... Ну, кружевами, кстати. Кружевами. Мужскими кружевами. Мужскими. Мужскими кружевами и такими серебристыми или золотистыми. Вот есть, я точно знаю, так сказать, вот... Жена бы мне сейчас обязательно подсказала. Помощь друга требуется. Это как-то называется. Вот как бы у девушек это как-то называется. Вот то, чем оно расшито. Я думаю, что нужно здесь, так сказать, внимательно посмотреть, нет ли здесь какого-то... Шеф-редактор наш слушает, Юля, и как-то не подсказывает, как же у девушек это называется. Да, у них... Сейчас будут в Википедии искать. Я вот вижу сейчас. Да, нет, ну... Я не очень понимаю. А может быть, все же у него какой-нибудь ивент... Тесьма вот. Тесьма. 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 Совершенно верно. Правильное женское слово. Тесьма. Я вообще считаю, что в порядке, так сказать, толерантности нужно на каждый эфир приглашать обязательно мальчика и девочку. Потому что у нас сегодня как-то, в общем, сомнительная, конечно, компания. Нетолерантная. Нетолерантная абсолютно. И духовные, опять же, скрепы не так работают. Опять же, девочка всегда подскажет правильное девочковое слово. Нет, ну то, что мы обсуждаем весь этот маразм, который обсуждается в Фейсбуке всю неделю, причем очень активно обсуждается, а у тебя был очень хороший пост по этому поводу. Давай, прежде чем мы перейдем к следующей теме, послушаем его про жирафов и про Путина. Что на самом деле все весело, но иногда и грустно. Это третья запись у нас. А если можно? Психоаналитику на заметку. Ни один из фейсбуковских страстных защитников датских жирафов или апологетов медальной олимпийской гонки не нашел ни одного слова для выражения сочувствия травмированной Марии Комиссаровой. По скриптум невольно подумаешь, что Путин как-то не совсем безнадежен. А президент как раз ее навестил. Нет, несомненно, вот это, кстати, вот это реально меня тронуло. То есть, конечно же, это как бы он реально поступил очень как бы правильно, очень хорошо, потому что навестить чемпиона, в общем, может каждый. А для того, чтобы, так сказать, навестить спортсмена, который пострадал, еще не успев выиграть никакую медаль. В общем, это, конечно, очень такой настоящий президентский мужской поступок. А вот в фейсбуке писалось о нем, о ней действительно как-то очень мало. Да, да, да. И, конечно же, так сказать, вот общественность у нас традиционно невнимательно вообще относится, конечно, к вопросам такого человеческого мужества, человеческих трагедий, таких реальных человеческих трагедий. И лично меня, конечно, вот это очень насторожило. Очень насторожило, я очень желаю, чтобы Марии Комиссаровой все было хорошо, вот, у нас все-таки еще остались хорошие врачи, и я надеюсь, что они сделают все возможное. Я только могу здесь присоединиться, и чтобы закрыть тему как раз и спортсменов, и олимпиады, а вот по поводу Плющенко, то, что вот он все же не смог выступить в индивидуальной программе, что ты думаешь? Ну, я скажу честно, вот на самом деле про Плющенко я вообще не думаю. — Это правильно, гендерно выверено. — Да, про Плющенко я вообще не думаю. Ну, у меня к нему такое немножко двоякое отношение. Он, несомненно, выдающийся спортсмен. Однако, вот я, помнится, лет пять назад совершенно случайно прочитал в каком-то женском журнале его интервью, и я понял, что этот человек для меня, так сказать, за пределами одиночного фигурного катания не интересен вообще. Вот. И мне как-то сложно объяснять какие-то его мотивации, которые... — Нет, а вот сам факт, то есть у меня есть, вот моя позиция очень простая. Я был недоволен только одним моментом, то, что одновременно с этим отказом от участия в соревнованиях был анонс о том, что в марте какой-то гигантский совершенно чёс чуть ли не по 30 городам России и ближнего зарубежья, который, кстати, сейчас отменён и перенесён на сентябрь. Вот в этот момент никаких претензий, честно говоря, к фигуристу у меня нет. Вышел, действительно, видимо, почувствовал боль. Не знаю, должен ли он был принимать участие в командном зачёте, но принял, помог сборной получить ещё одну медаль, что, в общем-то... — Да-да, ну, несомненно, то есть как бы он хороший-хороший спортсмен, он очень много сделал для нашего спорта, очень много сделал для нашей страны, поэтому, ну, наверное, так сказать, наверное, осуждаю. Я бы не присоединялся, так сказать, к сомну голосов, которые его клеймят, потому что это ещё одна проблема Фейсбука. Значит, в Фейсбуке, на самом деле, все либо мими-ми, либо распни его. Вот как-то... Мне обе крайности, на самом деле, очень неблизки. Вот. Хотя, конечно, то, как вот это снятие было обставлено, я с тобой согласен, оно вызывает много вопросов. Вот. Ну, в целом, на самом деле, вот, поскольку ты упоминал Владимира Вольфовича Жириновского... — А, который назвал его врагом народа. — Ну, я вот в этой части с ним, так сказать, наверное, не солидарен, но он высказал другое, на самом деле, с моей точки зрения, здравое суждение про ограничение двух сроков для олимпийских чемпионов. — Ну, в ответ, кстати, сразу предложили и депутатам Государственной Думы тоже ограничить двумя сроками. — Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что нужно все ограничить двумя сроками. Вот просто все. Вот даже вот, как бы, рассказывают, что в старом советском паспорте, вот который до 74-го года, даже некуда было третий штамп о свадьбе поставить. — Тоже двумя сроками. — Да, я считаю, что вот именно поэтому... — Да, именно поэтому тогда, конечно, несомненно, духовные скрепы были, как бы, сильнее. — Крепче и жестче. — Да, потому что, ну, просто, так сказать, потому что нечего. — Как правильно сказал в свое время Сорокин, что русскому человеку нужен выбор только из двух. — Из двух. — Сигареты с фильтром или без. — Из двух. Ну, слушай, у нас, так сказать, это в отрасли на каждом шагу встречается. Это называется как АБ-тестирование. Вот я считаю, что это все правильно. — И тогда будет, кстати, национальная идея. Два срока. — Да, два срока. — Просто два срока по всему. — Два срока по всему. — И как бы... И женить бы тогда тоже будет два срока. — Два срока, да. — Отсидел, вышел. — Понятно. По поводу, кстати, Плющенко, он дал интервью сегодня СНН и заявил о том, что было некое давление со стороны Федерации фигурного катания, которое, собственно говоря, он сказал так. «Я не могу сейчас объяснить, что случилось». Это цитирует Спортэкспресс. Но если спросите у президента Российской Федерации фигурного катания, он вам все расскажет. Он объяснит, почему я попытался выйти на лед и почему другие фигуристы этого не сделали. Потом, кстати, чуть позже, Плющенко отказался от этого интервью и сказал, что там то ли слова вырвали из контекста, то ли на английском неправильно перевели. — Я думаю, там все дело в том, что его интервью кто-то взломал. — А, да, кстати, как Твиттер Родниной. — Конечно, конечно. — Абсолютно через полгода. Это, так сказать, ну вот, в общем, конечно, нам что-то нужно делать с такими поголовными хакерскими атаками. Вот Федеральная служба безопасности могла бы, на самом деле, тем вопросом заняться. Я понимаю, что у них не хватает специалистов, но эта проблема решается очень просто. У нас есть замечательный совершенно национальный, так сказать, всемирно известный бренд в области компьютерной безопасности. — Это Касперский? — Ну, я не знаю, у нас как можно называть в эфире? — Да, абсолютно. — А, хорошо. Это не продукт-плейсмент. Значит, соответственно, можно, несомненно, его национализировать, превратить в государственное унитарное предприятие и поручить ему вот эту проблему, потому что распоясались реально. — Кстати, тогда будет объяснение, например, даже неудачам. Например, там, проиграла сборная по футболу, мы говорим, мы ее взломали. — Да. — Футболистов взломали. Не то, что они плохо тренировались, не то, что там нет мотивации или еще что-то в этом духе. Просто их взломали, причем прямо в мозг. — Да. — Будет очень удобно. А у нас остается буквально полминуты до конца эфира, не до конца эфира, до конца второй части. Очень интересно заметить, что вот действительно некоторые темы появляются в эфире, а некоторые из них исчезают. Вот как верно отметил один из моих френдов, действительно, например, три месяца уже нету ничего нового про нашествие гастарбайтеров. Всю осень мы активно обсуждали, а зимой вдруг абсолютно замолкли. Это вот просто оно стало неактуальным? Или зима, или жираф интереснее? — Нет, ну смотри, здесь же опять нужно смотреть на эту проблему, так сказать, в комплексе под точкой зрения такого постсоветского постмодернизма. Соответственно, у нас же кто был главный борец с гастарбайтерами? Вот ты думаешь, Навальный? — Нет. — Ну, конечно, нет. Конечно, нет, значит, у нас главным борцом с гастарбайтерами был Сергей Семенович Собянин, который, так сказать, организовал множество рейдов по рынкам, по подвалам, не знаю, там, по чердакам, по каким-то общежитиям, значит, и, соответственно, эту проблему в Москве решил, то есть ее просто больше нет, пока оппозиция болтает. — И весной не вернется? — Ну, я не знаю, что будет весной, но вот пока как бы москвичи оказали ему доверие, и он, на самом деле, выполнил свою предвыборную программу, и проблему гастарбайтера в городе Москве решил. И тем самым показал в очередной раз, что, конечно, оппозиция способна только болтать, но настоящие крепкие хозяйственники, если за что-то берутся, то как бы проблема решается моментально. — Исчезает из информационного эфира. — Да. — Я считаю это прекрасно. — Мы тоже буквально на минуту сейчас исчезнем из информационного эфира, но вы, господа, никуда не уходите от радиоприемников, потому что впереди стартапы и Афганистан. Это Финам. — Программа «Статус» выходит на финальную свою прямую линию, еще буквально у нас 17 минут осталось быть в эфире. Меня зовут Михаил Гуревич. В гостях у нас генеральный директор компании «The Untitled» — «Venture Capital» Константин Синюшин. Телефоны в студии тоже не изменили. 65, 10, 99 и 6. Зато две главных темы мы оставили как остатки сладкие. Напоследок. Итак, давайте начнем с Афганистана. У Константина был пост по этому поводу, но, видимо, да, мы можем его пустить в эфир. Давайте. Когда меня спрашивают, что может быть страшнее, чем решение одной партии и правительства о вводе советских войск в Афганистан, то я совершенно точно знаю, что это, во-первых, тупое безразличие другой партии и правительства к вернувшимся оттуда молодым ветеранам под лицемерную смешку, что это не они их туда посылали, а, во-вторых, полнейшее отсутствие солидарности между ветеранами хорошо и не очень хорошо устроившимися в послевоенной и послереформенной жизни. Вот так вот. Это мнение Константина Синюшина, а я, в свою очередь, как уже в самом начале программы сказал, все никак не могу дождаться, когда же, наконец, власть или общество обратится к самим ветеранам. Абсолютно. Потому как это некая такая странная разменная монета, о которой вроде предпочитает не говорить. Мы уже имеем совершенно четкие позиции, как было все во время Второй мировой войны. Тут это отдельная совершенно история, такая длинная, действительно такой некий культ мертвых, да, то есть ветеранов в живых практически не осталось, поэтому у нас теперь есть документы, мы точно знаем, как было правильно, а что было неправильно, и как мы должны к тому или иному пункту или событию относиться. А вот с Афганистаном все сложнее. Дело в том, что большая часть ветеранов вполне себе в расцвете сил. И если государство начнет нести какую-то ересь, то ветераны скажут, ребят, не надо, мы знаем, как оно было, и, к сожалению, правда будет. Ну, слушай, ведь точно так же было в первые послевоенные годы и во время Великой Отечественной войны, да? Да, но тогда был Советский Союз, можно было заткнуть, можно было не публиковать. Тем не менее, как-то побаивались. Ну, как-то да. В 70-е годы, ну, началась вот эта вот тогда малая земля и так далее, но опять же, не было интернета и не было вот этого массового информационного пространства, где правды полностью и всех мнений не скроешь. Вот с Афганистаном у меня есть такое ощущение, та же ситуация, из-за того, что ветераны в расцвете сил, то предпочитают как-то это пока не гереизировать, не возводить в пантеон, то ли ждут, когда люди умрут, то ли еще чего, то ли слишком много ветеранов, напомню, там порядка 400 тысяч человек, да, пострадали. Нет, ну... 15 тысяч погибло. 15 тысяч погибло, да. Да, а всего было 400 тысяч? 15 тысяч. Было много раненых, там по разным оценкам, ну, в общем... А 620 тысяч? Да, 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 больше, чем полумиллиона, там в зависимости от того, как считать, с командировками, без командировок, значит, но больше полумиллиона в любом случае, так сказать, там побывало наших сограждан. Из этих, так сказать, из этого полумиллиона, на самом деле, большая часть еще, слава богу, жива. Вот, они все это видели, они все это помнили. Вот, по поводу Афганистана, на самом деле, я хотел бы, что сказать. У меня с Афганистаном, ну, личная жизнь, на самом деле, не сильно пересекалась, за исключением того, что там три достаточно моих близких друга-одноклассника отслужили, там, по-моему, это был 82-84-е годы. И, когда я поступил в институт, у нас в параллельной группе, на потоке, у нас учился мальчик, который, ну, он уже был старше значительно, так уже даже для меня он уже был не мальчик, который служил вот в том самом мусульманском батальоне, который брал дворец Амина, да. Не девятая рота, нет? Ну, я, честно говоря, не помню. Я вот, так сказать, просто про это вспомнил, вот, что называется, к юбилею. Вот, так этих деталей не помню. Он, к сожалению, не доучился, то есть мы с ним там, может быть, всего там год или два как бы общались. Вот, это, собственно говоря, все, что меня связывает лично с Афганистаном. Однако, конечно, так сказать, ну, у меня есть какое-то свое мнение на этот счет. Мнение, может быть, опять-таки, нестандартное. Мне кажется, что вот основной вывод из афганской войны состоит в том, что армия должна использоваться по назначению. А назначение армии это убивать. Если, так сказать, армия используется не в соответствии с этим назначением, то, на самом деле, она не может победить. Вот это, как бы, ключевая задача. Поэтому, так сказать, можно ли сказать, что армия в Афганистане победила? Ну, если за победу считать то, что она достаточно благополучно оттуда через 10 лет вышла, то, несомненно, наверное, победила. А если все-таки, так сказать, под победой имеется в виду вооруженное, так сказать, решение задачи, какой-то военной задачи, да, на самом деле, то вряд ли. Но проблема, так сказать, афганской войны состояла в том, что у армии не было никакой военной задачи, потому что, к сожалению, вот опять к вопросу о двух сроках. К этому времени, так сказать, Леонид Ильич уже давно пропустил два срока, в течение которых он, в общем, был достаточно дееспособным руководителем. Да, он уже пропустил свои два срока. Вот. И, соответственно, не очень, по-моему, понимал, что происходит вместе со всем прочим геронтологическим Политбюро. Соответственно, они ввязались вот в эту, так сказать, большую шахматную игру, не совсем понимая ее смысла. Зачем? Ее смысл, что там будет. Значит, потому что, так сказать, если перечитать документы, а я вот специально готовясь к эфиру, там, какие-то документы перечитал из выдержки из этого заседания Политбюро, то, значит, они представляли достаточно своеобразно задачи этой армии. И мне кажется, что все военные, которые, в общем, выступали на заседании против, они были совершенно правы, потому что армии нельзя ставить задачу, так сказать, чего-то взять под охрану. Что-то контролировать. Что-то контролировать. Мы любим контролировать. Это не свойственная... Нет, но это, в принципе, не свойственная задача для армии. Задача армии, так сказать, занять территорию и убить всех, кто этому мешает. Всех врагов. Всех врагов, да. Значит, а проблема, основная проблема Афганистана состояла в неперсонализированном характере врага. Ну, это как бы герилья, да, то есть эти партизанские соединения, с которыми действительно традиционно сложно бороться. Мне все же больше в этом отношении волнует действительно судьба ветеранов. В том смысле, что я знаю немного историю Израиля, но достаточно, наверное, хорошо, и там мне очень нравится традиция, связанная с Днем Независимости. Дело в том, что за день до Дня Независимости, который самый веселый праздник, есть день памяти всех солдат, пострадавших, не только погибших, но и пострадавших в ходе военных операций Израиля. В этот день произносятся имена всех, кто погиб за последний год, причем служил или в армии, или в полиции. И самое интересное, что именно в этот день практически все магазины, даже арабских лавочек закрыты, потому как ветеранов живых много, которые служили и в разных военных операциях участвовали. Не дай бог кто-нибудь, будь то еврей, араб, не знаю, кто-то еще другой, откроет там свою лавочку и не будет помнить о погибших товарищах. А на следующий день, вечером, начинается самый веселый праздник, праздник Дня Независимости. А вот я не очень понимаю, 9 мая, действительно, надо же кого-то чествовать, надо кого-то вспоминать, надо с кем-то разговаривать. К сожалению, люди не вечные, многие ветераны Второй мировой Великой Отечественной уже покинули нас. Но есть масса ветеранов, которые сражались за нас. Неважно, по правильному приказу или неправильному, но... Да, армия не должна вдаваться в смысл приказа, армия должна его выполнить. А вот их как-то не используют вот 9 мая, их как-то вспоминают, ну кто их вспомнит, извините, в середине ноября, даже не 23 февраля, а 15 февраля. Ну да, 25 лет мы все вспомнили, а в следующем году, разве мы вспомним о них? Нет, никто не вспомнит. Ну смотри, мне кажется, что здесь опять тема немного шире, чем афганская война. И здесь вот можно вернуться в начало, собственно говоря, эфира, когда мы говорили про национальную идею. Ну вот, как бы, может быть, национальная идея и состоит в том, чтобы страна помнит своих конкретных героев. Неважно, какой они войны, это афганская война, которая была на нашей памяти, это Великая Отечественная война, которую на самом деле застали наши деды, это Первая мировая война, которую застали наши прадеды, как бы, и далее по списку. Или масса, на самом деле, всяких военных операций, там, не знаю, Анголы до Кубы, уж не знаю, где мы участвовали, где нет, или Вьетнама, где, да, наши специалисты так или иначе принимали участие. Абсолютно. В этом, на самом деле, и есть национальная идея. А национальная идея состоит в том, чтобы, так сказать, любой человек, ветеран, который выжил, значит, он, так сказать, его... Помнят, уважают. Его помнили, уважали. И с ним говорят, как минимум. Хотя бы говорят. Да, да. Вот. А те, которые умерли, хотя бы были нормально похоронены. Вот, на самом деле, это же не секрет. Опять же, все-таки, очень сильно все переплелось сегодня в тему, так сказать, сегодняшнего анонсированного фильма о генерале Власове. Если вот кто-то ездил когда-нибудь на машине из Москвы в Санкт-Петербург, то в районе Мясного Бора, это как раз то самое место, где вот этот был мешок, в котором, так сказать, погибла вторая ударная армия. Там можно долго обсуждать с точки зрения военной стратегии, там, правильно она погибла или неправильно. Вот. Однако, я должен сказать, что там лежит огромное количество непохороненных людей. Единственное, кого это заботит, это некоторые общественные активисты, которые каждое лето туда приезжают, раскапывают эти скелеты и, на самом деле, их хоронят. Но там, как бы, вот эта армия лежит почти в полном составе. А для общества в целом это предатели даже спустя, сколько уже, 70 лет? Да. Для общества в целом это предатели. Хотя, на самом деле, надо понимать, что, вот, собственно говоря, вторая ударная армия к армии генерала Власова, в общем, никакого отношения, понятное дело, не имеет, потому что в плед он сдавался раз, что с комендантским взводом. Да. Ну что ж, давайте все же переходим к более веселым темам, тем более, что времени остается не так много. Последняя запись из блога Константина Синюш у нас есть. Давайте ее послушаем. Чиновники снова придумывают несуществующие сервисы вместо поддержки существующих и вполне популярных. Несколько портфельных проектов, которых не устраивает слишком творческая атмосфера каворкингов с одной стороны и которым не нужен слишком большой офис с другой стороны, ищут себе офисное помещение в совместную аренду в пределах двух станций метро от кольцевой линии. Я специально два поста вместе как-то... Не, мне даже интересно, как ты подводку делаешь. Интересно получилось, да? Нет, подводка очень проста. Дело в том, что я, как и ты, тоже занимаюсь инвестициями в стартапы, и, честно говоря, все же мы больше смотрим на зарубежные инвестиции. В этом отношении меня вызывает действительно респект и уважение то, что ты ищешь стартапы в России и, во всяком случае, объявляешь даже про инвестиции в российские стартапы. Ты правда веришь, что можно инвестировать в стартапы, которые находятся у нас? Ну, это сложный вопрос. Плюс, скажем так, мы инвестируем в российские проекты. Если говорить, конечно, о юридическом структурировании, то это, увы и ах, как не антипатриотично это звучит. Это, как правило, американские юридические лица, потому что наши чиновники, которые, на самом деле, пытаются регулировать обшорные вопросы сегодня, они не очень понимают, что основная проблема состоит не в желании заплатить меньше налогов подобного структурирования, а основная проблема состоит в том, что, во-первых, наше законодательство совершенно не приспособлено к подобным сложным схемам, ну, специфическим для инвестиций именно в стартапы и совершенно незначимым для инвестиций в сети бензоколонок, да, а, во-вторых, конечно, так сказать, репутация нашей правоприменительной системы на самом деле... Спорно. Очень спорно, да, так это скажем. Но все же стартапы-то российские. Проекты российские, да. И ты веришь, что они могут преуспеть, и потом их можно будет продать? Ну, смотри, значит, это, конечно, не вопрос веры. Ну как, это вопрос веры инвестиций. Я даю деньги, значит, я верю, как бы я чувствую, значит, я существую. Это не вопрос веры, значит, мы обычно делаем то, что все не делают. Вот, как вот все начинают это делать, мы это прекращаем делать. Пока я должен признать, что никто практически не инвестирует в именно венчур капитал, не то, что большие компании, да, вот именно частный капитал. Да, так и есть. Очень мало кто инвестирует в российские стартапы. Вот Константин в этом отношении такой стенд-элон, то есть отдельно стоящая венчурная компания. Но при этом, при всем, что, например, многих останавливает, это тот факт, что очень мало экзитов, то есть очень мало продаж российских компаний. О, да. А вот на Западе, ну почему же на Западе? Он даже в соседней Белоруссии и недалеком Израиле, да, вот буквально с прошлой недели был такой гигантский экзит. Это мессенджер Вайбер, который разрабатывается в Белоруссии, а владельцы находятся в Израиле. Продали за, по оценке, 900 миллионов долларов. И в войне мессенджеров, как бы, это только такой новый виток. Надо не забывать, что в мобильном существует WhatsApp, очень популярный, вот Вайбер. Я знаю, как минимум, еще Фотол, который готовится выйти на рынок, Телеграм, господина Дурова, Snapchat, Snapchat и WeChat в Китае. Вот это я... А, ну это Китай, за Китаем мы не следим. Там просто масса. Как ты думаешь, в России когда-нибудь... Во-первых, пару слов буквально про эту новость и, опять же, вернемся к России. Ну, я считаю, что это выдающаяся новость, потому что основная проблема, на самом деле, существующих всех популярных мессенджеров состоит в их бесплатности. И если посчитать, ну, по открытым опубликованным данным, то получается, что проект был продан стратегическому инвестору примерно за 600, с коэффициентом 600 к выручке. Выручка не важна. Как обычно говорят, мы продали чистое счастье. Чистое счастье. То есть только пользователи. Я считаю, что, как бы, цена была очень хорошая, потому что рынок этот, он очень своеобразный. Значит, старые игроки, на самом деле, достигли пределов какого-то такого, как бы, ну, вирусного роста, с моей точки зрения. Вот, более того, новые игроки, у них собираются всерьез откусывать лояльную аудиторию. Поэтому, на самом деле, как бы, наверное, это очень логично. Из России вот такие продажи. Для фаундеров. Значит, вот с русскими экзитами это реальная проблема, конечно, потому что, надо сказать, что вот, ну, я раньше работал в транснациональной корпорации, такой крупной, серьезной, айтишной. И мы периодически поддерживаем отношения с американскими коллегами. И они, конечно, нам говорят, что страновые риски в настоящий момент, по мнению американских биржевых аналитиков для наших проектов... Ну, нет, они выразились более определенно. Они сказали, что, так сказать, они, да, эти страновые риски неприемлемые. Вот такое есть дипломатическое. Ну, что ж, будем ждать, когда страновые риски станут приемлемыми. Возвращаемся к просмотру Олимпиады. Через неделю будет новый выпуск программы «Статус». А у меня был в гостях Константин Синюшин, генеральный директор компании «The Untitled». Был он, кстати, впервые в радиоэфире, правильно, Константин? Да, я впервые в радиоэфире. Мне понравилось. Мне тоже, надеюсь, и вам, дорогие радиослушатели. Меня зовут Михаил Гуревич. Ровно через неделю, в 8 вечера, новые обновления «Статус». А пока оставайтесь на «Финам.ФМ». Пока.